Слово милосердия Слово милосердия Да ко мне-то подошел. Вот теперь мы этот переход-то и делаем, что Господь-то остался с нами, нефеза этой нету, скрытых ходов не осталось, капли воды нету, водоемы засыпаны, а Господь-то остался. А водоемы-то эти все указывали на крещение, говорит Петел Пилак, чтобы кто-то нас привел. Это купальня была, не кружка с водой. По милости Божией, и через нас Господь кого-то опустил в эту купель. Вы-то опустили тела свои в озеро, получили прощение. И там ангел возмутил воду. Это тоже намек на то, чтобы там, где Господь, где ангел, мы не спали, не дремали. У нас чтобы были живые мысли, которые тревожили нас, приводили в лучшее состояние. Люди, знающие Писание, и говорят, как у вас дела там, по славу Богу, у нас открыли церковь, и ты ходишь, да, я хожу на ангел, так вот по временам воду-то возгущает или нет. Нет, тишь да и блашь. Полная тишина, довольна, батюшка благословил, батюшка благословил, друг от друга славу ищутся. А если бы пришел пророк Исаия, да нас-то растеребил, кто вас звал сюда? От подошвы ноги, до темени головы все в язвах. И вы еще стоите, думаете Богу угодить, когда уходите и живете, как безбожники. Закройте храм, забросьте ключи, чтобы ни одного не было. Вот ведь как они разговаривали. Я решил посмотреть по слову Божию, как Господь исцеляет. Но здесь-то явно, что речь шла о субботе. Случилось явное нарушение. Зачем ему Господь сказал, возьми постель? Ответа никакого нет. Если ничего нельзя было взять, можно было сказать, так я тебе исцеляю, а потом приди через день-то и возьми постель и унесешь. Нет, прямое повеление. Возьми и ходи, чтобы тебя все видели. То есть вызвать их надо было. Вот из этого суббота означает покой, покой надо было нарушить. Я нашел, что это тоже речь идет все-таки о тех, которые ничего не делают, в закрытом каком-то пространстве находятся, конечно, как монастырь. И Господь через разные нарушения маленьких канонов побуждает нас все это расшевелить. И мы увидим, как они заволновались. Им не исцеленный, не нужен мне Христос в субботу. То есть верните наши монастыри. И об этом толкует наш митрополит-патриарх непрерывно. Они не видят возмущения воды. У нас-то явное возмущение воды было. Нас Господь исцелил, нас опустил в воду. Могли это сказать? Там, где Слово Божие, там присутствует Христос, и Мое имя, Слово. Но пока до этого не дошли. У Иезекииля 20 глава 13 стих 16 стих 21, 24, 22, 8, 23, 38. Все об одном говорят. Господь говорит, «Я и залью на вас ярость мою, не в воду, и погружу вас в ярость мою за то, что вы перечисляете и нарушаете субботу». Везде стоит в укор в этих местах нарушение субботы. Для нас это воскресенье. Это не случайно. Не суббота, Богу-то разницы никакой нет, а потому, что мы душу все-таки распрягли маленько тело-то. Подумали? Помылись, приготовились. Вчера-то совсем мало было. Ну, понятно, драще, то другое. Но и сегодня опаздывают некоторые. Все никак не может. Там график. Я говорю, вы наше служение здесь хотя бы приравните к электричке переполненной. Если ты опоздал, то ты с тяпками вернешься домой. Ну, на равных-то. И ты не понимаешь, что ты не опаздываешь. Я тебе не знаю, но знаю, что ты не опаздываешь. А иначе ты зачем пришел на ваш зал-то? Не опаздывайте. И при том, чтобы вас здесь я слушал по зал, чтобы вас никто не преследовал здесь, что напиши. А ты сам сразу подойди к наблюдателю, подойди ко мне и скажи, причина такая, транспорт не ходил. Ну, ничего не надо. Прости, Господи. Но если это причина твоя, сразу садись и пиши объяснительную. Вот как малые дети. У меня у ребятишек вот эту ситуацию сделать, не бояться. А как это сделал, все. Руки сразу назад захватил, чтобы его не наказали. И стоите я. и глаза скромно опустят. Надо смело выступать и исповедовать. Это дает ощущение, чтобы кто-то нас тоже стынул в эту купель. Чтобы душа возмутилась, совесть забунтовала против самого себя. Я этого и хочу добиться. евангелист Иоанн 5,18. Искали Иисуса убить. Это что? Потому что нарушал субботу. Убить господина субботы, что он ее нарушал. А ведь и нарушители-то искали как раз. О Господе ему говорит. Вот я посмотрел, где он это им сказал. У слова суббота в Библии встречается 165 раз. Как они ее любили. А слово здоров 76 раз. Меньше, чем здоровье. Суббота у них было. А хочешь быть здоров? Вопрос такой. Задан только один раз. Я думаю, вопрос этот так не задают. Обычно так. Врач задает. Видит, когда нарушают что-то человек. Видит, он стоит, курит. А лечит его от легких. Пульмонолог. И говорит. Ну ты хочешь быть здоровым? Ну ты брось, не кури. Понятно. Ну здесь по-другому. Ты вообще ничего не нарушаешь. Ну хочешь быть здоровым? А причина-то была какая. Впредь не грешишь, чтобы не случилось всего хуже. Вот мы обещали Богу служить доброй совестью не когда-то, в самом крещении. И там возмутилась вода, когда мы опускались. Она же неровная стояла, повешенская. Там сошел ангел. Священник открещал воду. Сошел Дух Святой. На изгнание демона из воды священник считает молитву. Мы просто не видим, что совершается в это время. Там может быть из воды вылетают миллионы этих злых духов, которые желают людей утопить. Каждый отравляет они эту воду. И в этом мы уже очищенном пруду получили спасение. И надо это сохранить. Там, когда мы крестились, наступило субботство души. Субботство – это значит покой. Покой от грехов. Вот какой. Это пустыня, свобода от грехов. Плодоносная – это хорошо, но плодоносит, но человек много приносит зла. Он плодоносит злом. Каждый грех – это плодоношение плоти на грех. Сирах 32-22 показывает, где получается здоровье. Хочешь быть здоров? Здоровый сон бывает. Я вам просто конкретно говорю. Вы же все хотите быть здоровым. Бывает приумеренности с желудком. А когда? Особенно вечером. Встал рано, и душа его с ним. Я не помню, чтобы когда-то я пожалел утром, что вечером я не поел. Даже такого не помню. А наоборот, было не один раз. Под разными предлогами, думаю, как бы я не замерз, а вот это тепло заложу сюда, пусть тогда меня греет пища. Такие даже однодорки-то бывают. Хочешь здоровый и иметь сон? Откажись от ужина. Или очень-очень легкий его иметь. Несколько там сухарика или что-то. Вот уже рецепт мы получили. Хочешь ли быть здоровым, Господь, а хочешь начни так делать. Хочешь быть здоров, но учись быть уступчивым. Не спорь, не лезь. Мы можем сейчас пущу затеять и дальше просто в неопределенности повиснуть. Ты хочешь быть здоров? Прими решение собора, как сказано. Мы им это могли. Я не раз напоминай об этом. Благодари Бога и дальнейшее будет тогда приоткрываться. Хочешь, чтобы у тебя внутри все время было смута, недовольство? У нас такие люди были. Ничего еще не было, а уже бунт начался и куда пошли лучше? Да ничего они не получили. Совершенно. Третья книга, Едра, 7 глава, 5 стих. Нам уготовано жилище, здоровье и покоя. А мы жили худо. Значит, хочешь быть здоров? Не греши. Грех уничтожает здоровье. Грех отнимает участие в будущей жизни. Нам уже жилище уготовано, только мы должны очиститься. Началой грязный, с работы, идешь, в трамвай заходишь, и там написано не заходить, пачкающие одежды. Специально правила висят. Я в каждом трамвае это видел. Тем более, когда мы идем в Царство Небесное. А загрязнение идет ежедневно, не прижением. Премудрость, 7 глава 10 стих. Я полюбил Премудрость, более здоровья и более красоты. Она предпочтительнее света, ибо свет ее не гасит. Что считал ты вчера, что считал за неделю? Что ты нового узнал? И твоя мудрость, которая должна быть выше света и дороже здоровья, она тебе понятна или нет? И ты знаешь, что эта мудрость приобретается в молитве. Эта мудрость дается через Слово Божие. И если оно пренебрегается, а на молитве поскоряет только суета, то и мудрости никакой нет. Однажды в храме побыл у нас сектант, не у нас, по-кровски, и посмотрел, как ведут себя люди, потом вышел и говорит. А он приближался к православию, свежки уже покупал, моцерковлялся. Вот я тут посмотрю на людей, или Бог их никогда не избирал, или они дураков набрал. У меня такое впечатление. Чтобы о нас это не было сказано. Великих, мудрых, дураков набрал Господь из свят. Это настолько глупые, ни в чем не разбирается совершенно. Если мы будем читать Библию, мы будем разбираться в политике, мы понимаем, что сейчас делается. Если Господь позволит, у меня выйдет материал по этому собору. Я его разберу во свете Слова Божиего. Прича Соломона 5-8. Где здоровье много люди тратят. Вот сейчас призывают в армию, ну, я не могу достоверно это сказать, но беру из газеты официально, и говорит не только генерал местный военкомат, военком. 16% только взяли. 40 с лишним процентов отправили как совершенно негодно по здоровью. Это катастрофа полная. Откладывают они, и причина какая, брут. Изблудились, изнаркоманились, изкурились, и все. Они еще не жили. Это ходящие мертвецы и фотографии. Один стоит, согнулся, ну, можно подумать, из Бухенвальда утром его освободили. А он дома живет, все ест, ничего нету, все пролетает. И говорит, не блуди, чтобы не отдать здоровье твое другим и лет твоих мучителю. Мучители, это разные бациллы, это тюрьма, ждет тебя. Напрямую Соломон это видел, вот где здоровье. Ты хочешь быть здоровой? Новые способы, они должны быть комплексные по лечению. Тело и душу лечить. Трава, скальпель, слово. Так говорили в древности. Какое слово? Скальпель, мы знаем, острый должен быть прав, можно нас убирать подальше от дороги, чтобы без самтрена не попали. Но слово-то какое? Ничего, все у тебя будет хорошо по-американски, это обман. А нужно сказать так, ты грешник, Бог тебя любит и наказал. Страдающий в плоти перестает грешить. Молить Богу. И врачи говорят, те люди, которые молятся, раньше выздоравливают. У них настроение другое. И особенно раковые больные, когда пьют воды освещенные, чувствуют улучшение здоровья. Я считал, выступал в газете врач, он сам, видимо, верующий, и приносит воду освещенные больным. Но они по-своему энергетик, озаряживающие сиски, в определенном порядке, там передачи делают-то. Пусть как угодно. Но мы спросим, а что я в определенном порядке выстраиваю? Ответ, то все равно, вина тоже будет. Да Господь! И не просто молитва. Молитва это не словосочетание, потому что по-английски они по-другому звучат. Вода этого не понимает. Бог иегова услышал молитву. И ради жертвы Иисуса Христа, ради любви Его, Он дал целительные свойства этой воде, в которой исцелился. Ты хочешь быть здоровым? Да векса нет. Так, Господи! Но нет того, кто бы исцелил меня. Есть! Есть священники, которые читают молитвы, освещают воду. Возьми, покрапиви и выпьи. Это самое лучшее лекарство. Притом не такое оно и дорогое. Всего лишь стоимость пустой бутылки. Пророк Исаия 1.6 говорит, от подошвы ноги до темени головы живого места нет. Подошвы ноги. Я подумал, а почему ноги больные? А где не бывает здоровое? И как ноги вылечить? Вот разные артриты, ничего бы ни было. А ты вспомни, куда ты ногами ходил? Проследи эти пути. Где ты сцеплял какие поцеллы греха? Как прекрасны ноги благовестников, благовествующих едет, а на горах. Вот альпинисты настоящие. А они идут и проповедуют. Исцеление где? Проповедит. У кого ноги больные? Сегодня же по городу идите. Попросите от этого брата и скажи, возьми меня, мне хочется исцелить ноги мои. У тебя что болит? Ты сам посмотри. И с этими болезнями подойдите сюда и мы рассмотрим. Глаза болят. Очень просто это решается. Смотри внутрь себя, считай Слово Божие и глаза твои будут прозревать. И увидишь, свет в тебе просияет. Исайя 38 глава 1 стих и до 9 говорит о том, как заболел царь в языке. Врачи не помогли. Диагностика была полная. Нарыв не исцельный. И мало того, еще и пришел духовный врач Слово Блечет. Пришел и говорит, не станешь, умрешь. Вот это вылечил. Какого состояния было? Выхода нет. Скальпель не помогает. Травы не проглатываются, застряли. Да и духовное Слово ударило. Отвернулся от всего. Целое царство в руках. Все удовольствия написано. Погрелся к стене и заплакал. Вот теперь хочешь быть погруженным в воду? Открой два источника слезных и погрузись. Исайя еще идет по двору, а Господь говорит, вернись. Он затопил меня здесь слезами. Скажи ему, даю ему по 7,5 лет на каждый глаз. Еще 15 лет будет. И солнце вдруг в зад пятки попятится. Вот какой поток слез-то был. На 15 ступеней пошло назад. Вот это молитва. Ты хочешь быть здоров? Потому что заболел смертью. Исцельная язва неисцельная. Плачь. Отвернись от всего, что прельщало, к чему стремился, от своей предпринимательской деятельности, от стройки, от всего. Это тебе уже ничего не даст. Тебе надо готовиться в последний дальний путь. И Господь даст тебе пророческое слово. Бог Иегова послал Сына нам Своего Единородного, Который дарует исцеление. И нафисанно на рану вложил пластыр в смоку. Я подумал, вот и страница Священного Писания. Он наложил ее. Человек выздоровел. Когда мы читаем, находим нужное для нас. Иоанн Грис Матфея 8 глава 8 стих говорит о сотнике, который показал веру необычайную, действующую на расстоянии. Ты только скажи слово, и выздоровеет, раб мой. А Господь на это отвечает 13 стихом. Как ты веровал, так тебе и будет. Если мы верим, что наш Бог всемогущий сотворил вселенную, сотворил великие пустыни и бездомные океаны, то неужели Он для меня эту випезу Дом Милосердия прикрыл навсегда? Мы знаем, где это исцеление у ног Иисуса. Это в молитве, это в храме с детьми Божьими, когда приходят и говорят, я болею, помолитесь. Или звонят, помолитесь. Самая трудная, неисцельная рама бывает тогда, когда человек одинокий. И тогда нужна ему помощь в хабатость других. Я вас прошу помолиться за новопристального раба Божия Александра. Сегодня хоронят, протеерей. Он многое сделал в становлении, когда мы начинали тогда проповедовать о крещении. Он был для нас тем местом, где мы могли людей куда посылать и люди получали полное крещение. Он был секретарем у Гедеона. Он уже тоже умер, митрополит в будущем Ставропольском. А секретарь, он имел большую власть. И когда Гедеона не было, в моем доме обратился в православие отец Геннадий, в Пасху, вот откровение в трехтомнике, это его труд. И он туда приехал. А отец Александр собрал епархию Новосибирскую всех священников, всех, кого Бог, провести совещание. без архиерея к каким-то делам. Он был очень мудрый в этом деле. И он тогда отца Генриха выставил и говорит, вот ты у нас здесь скажи, вот ты Менонис, ты по-твоему там спасался и придялся к нам, что ты увидел, что тебе не понравилось. Вот такой вопрос научиться нужно задавать. И особенно людям, какие впервые к нам приходят. Ну, которые первые раз пришли, они еще не знают. А когда вот начали ходить, оглашенные, для нас очень важно это. Те, которые ходят в какие-то другие места, что бы вы хотели что-то где-то изменить. Вот сегодня мы говорим, что объединение произошло. А на самом деле ничего нет. Руководство остается то же самое, еписк, священник, к нам никто не придет, ничего не возьмет. Только то, что могут у нас теперь отец Павел может теперь у нас это пришли счастье. Только все. Но за этим это первый их шаг. Я думаю, это они политиканы, и они все это обдумали. Дальше как постепенно убрать епископ, это будет, потому что они начнут подбираться. Самый трудный у них вопрос был с приходами в Россию, которые, что это зря открыли, не надо было, это была ошибка. Я согласен, была ваша ошибка, но Господь допустил, вы же молились, что благодаря этой ошибке, вопреки тому, что вы сегодня говорите, Бог дал нам родиться, дал нам отрубить везду. У нас крещение принимали священники, у нас было это возмущение воды, благодаря вашей ошибке. И мы не знаем еще, сколько вас ждет там ошибок. Об этой ошибке особенно сокрушительный говорит главный идиолог сближения архиепископ Марш Берлинский. То есть, нас бы немного осталось, но для них бы главный вопрос сейчас, я об этом и говорил. И просто так нас писать и сказать, пусть у вас будет местный максимум, они на это не пойдут. Нет. Для них это сегодня задача пока еще неразрешимая. Может там, в куларах они что-то решают, а наша задача-то, хочешь, гонкеров, и выход-то один, не искать в Израиле везду, поломничество, мощи какие, а искать Христа. Он есть истинный источник, потому что люди оставили, высекли себе разбитые водоемы, не могут держать влаги они. А меня, Господь, это источник воды живой. Он себя называет источник воды живой. И мы к нему будем прибегать, будем его просить нас сохранить. Потому что у нас и мысли разные появляются и прочее. И усилить нашу работу по вестионерству. Я вас очень прошу, некоторые совершенно еще не двинулись с места, ноги больные ваши. Из их ваш, видимо, прирост готовит, как Давид говорит. Вы так и не идете ни к грантеатру, ни по городу, и здесь на занятиях нет. Придет время, вы горько будете жалеть. Хочешь быть здоров? Начни двигаться. Найди этот источник, и да будет погружен в него и тело, и души. Аминь.